...с участием Бастера Китана, но в связи с положением в стране, чтобы играть в комедии, как-то мне совсем не хотелось. Потом я так и подумал, почему же нет. И сегодня будет один фильм с участием Бастера Китана по сценарию Сэмюэла Беккета, который так называется фильм. Остальные два это фильмы Сергея Эйзенштейна с дневниками Клумова, который, это коротенький совсем фильм, причем он не будет идти в начале, он будет идти в конце, по спектаклю Островского, на каждого мудреца довольно простотой. Получается Меркольд ставил спектакль, и внутри спектакля должен был идти этот фильм. Это самая первая работа Эйзенштейна. И после него мы увидим фильм Рене Клера и Францисса Пикаби о «Антракте». Это тоже фильм, который шел в «Антракте» между отделениями балетов «Парад», который сочинял Эрик Сати. Это 25-й год. Значит, я подумал, как сделать так, чтобы все-таки комедийное дневник кино обрело какие-то острые углы. И вот эти острые углы сегодня у нас будут. Будет такой молодцеватый хулиганский фильм Эйзенштейна. Будут фильм Рене Клера, который, с одной стороны, абсурдизм-сурреализм, с другой стороны, так хорошо он параллелит с 5-м каналом и громадским ТВ, что я прям четко так подумаю. Ну, в хорошем плане, в таком... И я понял, что с помощью юмора хорошо преодолевать какие-то вещи, перерывания, которые сейчас появляются. Ну, возникают по поводу положения в стране. И фильм с участием Бастера Хиттона, я о нем отдельно скажу, это фильм, в котором главный герой – кинокамера. Главный герой – это киноглаз. Главный герой фильма – за кадром. Шир, ну, pleased. Значит, сейчас я хочу дать Машку. Кто-нибудь включил фильм. У кого? Нет. Вот, есть все. Следующая музыка? Нет. Включайте фильм. Приходим, ребят. Сначала видите. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Он говорил, я знал, я всегда знал, как сделать, и всем говорил, как и что нужно делать. Но для чего эти люди снимают такой фильм, для меня оставалось полной загадкой. По сценарию... Так, остановите, сейчас будет контракт. По сценарию Веккета, в котором длиннющая пьеса Эннспирь спрессовывалась в 20 минут киновремени, по этому сценарию молодой неизвестный режиссер Шнайдер решил, Аллан Шнайдер, решил снять фильм. И получилось так, что этот фильм, уже когда Титон начал играть, когда он начал этот сценарий тихонечку оживлять, вот возник третий персонаж, это кинокамера. Это киноглаз, который подсматривает, в принципе, в фильме у нас о боязни подсматривания, а боязни чьего-то взгляда извне. И вот когда кинокамера начинает приближаться к людям, люди начинают падать в упорок от страха. И мы видим, что в чем блеск игры Титона здесь. Здесь Титон играет, отвернувшись от зрителя спиной. Мы здесь фильм видим в затылок. Это единственная, наверное, роль во всем кинематографе, где актер весь фильм, при освещении последних кадров, играет спиной к зрителям. Теперь фильм «Антрапт». Он был сочинен, он был снят специально на музыку Рика Сати. То есть сначала была музыка к балету «Парад», потом на эту музыку Рене Клер и Франциско Капи о песне фильм «Антрапт». Только что был американский фильм, сейчас Франция. Нужно нажать «Фильмс», звездочку. Вот, да, ее. Франция «Антрапт» Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok